добрый день уважаемые зрители московское время 10 часов 30 минут начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов с вами эдуард сангатуллин если трансляция идет нормально поставьте пожалуйста плюсики это будет означать что все хорошо вы меня видите и слышите вижу что все в порядке давайте начнем как обычно посмотрим календарик вышли данные по австралии индекс опережающих экономических индикаторов австралии показал небольшой рост на 3 десятых рост достаточно скромный в китае сегодня катун канон китайского нового года завтра и послезавтра будет празднование поэтому по китаю данных нет вот из того что на что сегодня рынки обращали внимание это была пресс-конференция банка японии и были комментарии по кредитно-денежной политики выступление было очень-очень много не хватит времени если говорить только по поводу этих выступлений вот поэтому постараюсь как бы основные только мысли высказать сразу забегая вперед могу сказать что японская иена немножечко укрепилась на этих заявлениях а потом сдала свою позицию сейчас торгуется практически на том же уровне на котором была торговля до выхода вот этих новостей до начала этой самой пресс-конференции банка японии нужно сказать что банк японии оставил без изменений ключевую политику и увеличивает также как это было раньше денежную массу по 800 триллионов йен в год здесь все осталось без изменений решение банка сохранить политику без изменений было принято 8 голосами против одного традиционно куити как всегда так голосовал не в ногу далее банк японии отказался от упоминания влияния повышения налога с продаж в основной оценки экономики повысил оценку экспорта и промышленного производства далее здесь вот в новостях есть то что член правления банка японии господин куити предложил чтобы целевой уровень инфляции 2 процента был достигнут с более долгосрочной перспективе они так как голосует большинство 8 ию голосами и вот в 8 ию голосами они отклонили это предложение куити и оставили все без изменения вот как я уже сказал немножко укрепилась японской иен на этих данных ну а затем все вернулось на круги своя и по сути дела торгуется также как все было до этого до тех пор вот я смотрю там выходили данные то что господин курода говорил но самое главное глядя на японские котировки становится понятно да что ничего нового рынку не сообщает никаких сигналов рынок не видят в этих заявлениях вот можно сказать что тон риторики достаточно нейтральной соответственно реакции практически никакой нет в 11 часов сегодня заседание европейского центрального банка это очень может сказаться на курсе европейской валюты а 1230 протокол заседания банк англии где тоже будет озвучено как шло голосование как разложились голоса за и против снижения повышения процентной ставки или то что ее оставили без изменений вы помните да что ставку на последнем заседании оставили без изменения объем выкупа тоже не изменился осталось на прежнем уровне 375 если мне память не изменяет но все осталось как есть и нам осталось только узнать как прошло вот это голосование что мы с вами и узнаем сегодня как раз 12 часов 30 минут по московскому времени вот нужно сказать что на текущей неделе среда это один из ключевых дней все ждут то что произойдет сегодня вечером 22 часа по московскому времени для америке это будет утро это итоговый протокол заседания уже американского регулятора и на заседании федеральные комитеты по операциям на открытом рынке фомси или фомка да это по-разному называют мы с вами как раз узнаем мнение как американцы видят текущую ситуацию в мировой экономике собственной экономике и каковы будут их действия относительно повышения процентных ставок наверняка все уже в курсе да это для кого новостью не является что они собираются повышать процентные ставки и речь шла о том что даже не будет подниматься эта тема не на текущем заседании вот которая сегодня будет в 22 часа следующий тоже вопрос не поднимается а вот уже в июне вполне возможно что речь пойдет о повышении поэтому вот то что будет сегодня с одной стороны это вроде бы уже все ясно все понятно но в свете того что сейчас происходит в целом на мировых валютных рынках конечно же все внимание будет приковано к центральному игроку на этом рынке это американский регулятор поэтому в 22 часа возможно как обычно и бывает до три варианта развития событий либо американский доллар сильно получит поддержку будет укрепляться либо он очень сильно подешевеет либо ничего не произойдет то есть вот только три варианта события а что же произойдет мы с вами естественно знаем поэтому будем следить за котировками ровно в 22 часа сегодня по московскому время какие у вас будут вопросы что неясно что непонятно жду вашей реакции если есть вопросы напишите пожалуйста слово есть я постараюсь ответить на ваш вопрос если же вопросов нет ставьте плюсик и мы посмотрим с вами как ситуация выглядит с технической точки зрения так я жду когда вы отреагируете похоже что вопросов нет давайте посмотрим технику и как обычно начнем с индекса американского доллара вот в преддверии выходящих данных по американскому регулятору итоговое свидание о котором мы с вами как раз сейчас говорили в 22 часа да вот боковое движение то есть несколько дней американский доллар никуда не идет небольшие движения вверх вчера было движение вниз но в целом идет ярко выраженный боковое движение все находятся в ожидании в преддверии оглашение результатов вот этого самого заседания какое же будет принято решение да вот американский доллар тоже замер пока что нет никакой торговли ни вверх ни вниз идет яв ярко выраженный боковое движение Сейчас мы с вами посмотрим шестерку мажорных валютных пар, из которых состоит вот этот индекс американского доллара. И как обычно начнем с обратных котировок. И первое в этом ряду, в этой триаде смотрим европейскую валюту. С точки зрения консервативной трендовой торговой системы ситуация выглядит следующим образом. Тренд, нисходящий в фазе отката, говорит нам один трендовый индикатор, это связка двух скользящих средних. Второй индикатор говорит, что тренд восходящий в фазе импульса. Поскольку индикаторы в прямую противоречивают друг другу, здесь у нас медвежьи доминанты, здесь доминанты бычья, в прямой противоречии, значит мы обязаны сделать вывод, что сегодня неопределенность на рынке и лучше не покупать, не продавать. То есть находиться в стороне и воздержаться от совершения операций по этой валютной паре. Здесь задают вопрос, можно ли считать диапазоном ситуацию на графике евро-бакс. Я уже все озвучил, больше добавить мне нечего. Сегодня не торговые ситуации, лучше воздержаться. Сегодня в 22 часа ситуация может коренным образом поменяться, поэтому лучше подождать, когда рынок определится, какова будет его реакция, а затем уже предпринимать какие-то действия. Я надеюсь, что я ответил на вопрос, который был задан. Следующая валютная пара, британский фунт стерлингов. Смотрим, что у нас здесь. Здесь связка скользящих средних, это трендовый индикатор, говорит, что тренд восходящий в фазе импульса. Здесь тренд восходящий, но он в фазе отката. Поскольку у нас, опять же, фазы не совпадают, это говорит о том, что нет полного согласования между этими индикаторами. Один говорит о активной фазе восходящего рынка, другой говорит, что это фаза, противоположная импульсу. Здесь у нас с вами импульс, а здесь совершенно очевидно откат. Поэтому по этой же самой причине сегодня по этой валютной паре от сделок лучше воздержаться и находиться в стороне, быть, что называется, вне рынка. Поэтому по этой валютной паре сегодня тоже ситуация не торговая. Воздерживаемся. Мы позже с вами посмотрим, если будут ваши пожелания. Если вы попросите показать агрессивную торговую систему, там ситуация может быть принципиально отличаться от того, что мы смотрим по этой консервативной торговой системе. Но мы будем идти по порядку, не будем перепрыгивать с одного на другого. Итак, по этим двум валютным парам, которые мы смотрели, евро-доллар и вонт к американскому доллару, сегодня не торгуем. Австралийц. Тренд нисходящий в фазе отката, здесь тренд восходящий. Опять же, два индикатора находятся в прямом противоречии. И получается, что если следовать этой консервативной трендовой торговой системе, здесь тоже сегодня не торговый день. От сделок воздерживаемся и не торгуем. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если есть вопрос, то вы сначала напишите коротенькое слово «Есть», чтобы потом не перебивать меня, когда я начну рассказывать что-то другое, если не увижу слово «Есть». Вот, я сделаю паузу, подожду, пока вы напечатаете. Если же вопросов нет, то ставим плюсик, и мы пойдем с вами дальше. Посмотрим, как выглядит ситуация на других мажорных валютных парах. Так, я вижу, что вопросов нет. Есть плюсики. Идем дальше. Смотрим. Доллар к японской иене. Что нам говорит трендовая торговая система? Тренд, восходящий в фазе импульса. А здесь гистограмма находится ниже нулевой отметки, она со знаком минус. Поскольку, опять же, два трендовых индикатора противоречат друг другу, мы сегодня по этой валютной паре находимся вне рынка, не торгуем. Так, ситуация не торговая. Швейцарский франк. Вот здесь наметилась торговля. Тренд, восходящий в фазе импульса. Если посмотреть гистограмму, то здесь у нас два нолика 17, здесь два нолика 18. Это означает, что гистограмма растет, находясь выше нулевой отметки. Поэтому сегодня здесь день покупок. Смотрим ситуацию. Идет прилив. Наша задача подождать, когда прилив закончится. Затем должна будет сформироваться приливная волна. И на начале формирования новой приливной волны, когда прилив только-только начнет формироваться, должен сформироваться сигнал осциллятора в покупку. Как только сигнал будет сформирован, зафиксирован, это будет сигналом для вас, что наступил момент входа. Но это не значит, что нужно будет сразу оголтело покупать по текущим ценам. Сигнал осциллятора будет говорить о том, что только момент входа наступил. Дальше нужно будет проверить еще на выполнение следующего условия. После того, как сигнал будет сформирован, закреплен и не сможет отмениться той четырехчасовой свечкой, на которой этот сигнал возникнет, сигнал в покупку, нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации. То есть вот такого узкого латильного бокового движения, как здесь. Если же будут вот такие шипы, на тот момент, когда будет сигнал, то в рынок лучше не входить, поскольку система консервативная, и она гласит, что нужно входить в рынок только тогда, когда на рынке затишье. Если же рынок трясет и колбасит, даже в том случае, когда есть сигнал на вход, то лучше от сделки воздержаться и подождать более благоприятного момента. А в качестве цели на текущий момент можно выбирать движение к верхней границе ценового канала. На текущий момент эта цель у нас будет с вами, она достаточно приличная. 96.30. 0.96.30. Ну, все это обусловлено тем, что очень высокая волатильность сейчас по этой валютной паре. Волатильность очень высокая. По швейцарскому франку, я надеюсь, все понятно, да? Вопросы есть по швейцарству? Есть спрашивают, что с диапазонной системой на доллар-иене. Давайте посмотрим, что у нас на японцы по диапазонной системе. У нас цены находятся на как раз самой границе. 119.20. Вот в связи с тем, что сейчас было заявление о решении Банка Японии, Центрального банка Японии, да, и риторика была нейтральная, вот мое мнение, что лучше пока штат сделок воздержаться, до американцев, во всяком случае, ничего не предпринимать. Цена находится практически на границе вот этой вот мёртвой третьей, да, поэтому они не туда пошли, не сюда. Да, вот лучше всё-таки воздержаться и пока что подождать. Потому что если начнёте торопыжничать, на американцах выйдут какие-то данные, данные, если окажутся серьёзные, рынок на них серьёзно отреагирует, то вполне возможно, что движение пойдёт совершенно не в ту сторону, в которую вы предполагали на текущий момент времени. Поэтому лучше просто переждать, а уже завтра предпринимать какие-то действия. Вполне возможно, что ситуация более-менее прояснится. Может быть, да, это не факт, конечно, но один из вариантов, что, возможно, уже будет что-то понятно. Смотрим следующую валютную пару. По франку, я смотрю, вопросов нет. Если будет, напишите, пожалуйста. Цель я уже озвучил. Это было на 4-часовом таймфрейме. На канадце сегодня ситуация следующая. Тренд в восходящей фазе отката. Здесь нисходящий тренд. Индикаторы не только не подтверждают друг друга, они ещё и впрямую просто находятся в противоречии. В прямом противоречии, если тренд здесь восходящий, быстрый скользящий средний находится над медленной, то здесь у нас тренд нисходящий, поскольку гистограмма ниже нулевой отметки ещё и падает. Здесь у нас вообще нисходящий в импульсе. Здесь восходящий в фазе отката, а здесь нисходящий в импульсе. Повторюсь, совпадений индикаторов нет, значит, ситуация не торговая, просто обязана по этой торговой системе, по её консервативным критериям, находиться вне рынка и ждать, пока ситуация сложится либо в покупку, либо в продажу. Мы закончили просмотр всей шестёрки мажорных валютных пар. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. У нас осталось ещё только... Нет, до того, как просят показать агрессивную торговую систему могучего аллигатора, мы её обязательно посмотрим, но перед этим посмотрим, что у нас на золоте. Вот, золото пробило вчерашний минимум. Соответственно, наш полтинничек тоже переместится, мы поступим с вами следующим образом. Вот реальный уровень Дончаны, это опорный минимум вчерашнего дня. Здесь мы поменяем цвет, чтобы было понятно, что это уже пробитый уровень, он уже, с одной стороны, потерял актуальность, но, с другой стороны, при возврате к нему, если цены вернутся, подтвердят этот уровень, на четырёхчасовом таймфрейме будет сигнал осциллятора в продажу при отскоке от этого уровня, а затем на часовом фрейме ещё и боковая консолидация. Вот если все-все-все эти условия выполнятся и срастутся, то в этом случае можно будет попытаться, но здесь это уже будет не варка торгового супа, это уже будет торговля чисто черепашей. И в качестве цели можно будет рассматривать лоу вот этой свечки на текущий момент, это 1167 долларов ещё 40 центов за одну тройскую унцию. Вот такова будет цель, ещё раз повторюсь, это минимум вот этой свечки, на что будет ориентироваться рынок при своём движении вниз. По золоту есть какие-то вопросы? Давайте я сделаю маленькую паузу, подожду, чтобы вы отреагировали по золоту. А потом мы с вами посмотрим уже ещё и могучего аллигатора. Вопросов нет. Так, смотрим, евро-доллар по системе могучего аллигатора. Цены в пасте аллигатора, пасть ещё не закрылась. У нас есть опорный максимум, но опорного минимума пока что нет. Вот в текущем моменте цены нарисовали, минимум, но нужно ждать ещё 2 часа. Это значит, что у нас будет 11-часовая свечка и 12-часовая свечка. И только тогда, если цены не опустятся ниже вот этого минимума, который мы сейчас наблюдаем, вот этот минимум будет фрактальным. Это мы поймём не ранее, чем в 13.00. А раньше этого понять будет невозможно. Если это будет действительно так, то межфрактальное пространство у нас с вами будет составлять 26 пипсов. Это будет вполне комфортно. Если даже чуть позже будет какой-то фрактальный опорный минимум, главное, чтобы это не выходило за пределы допустимого, чтобы это не было более 40 пипсов. Поскольку эта агрессивная торговая система подразумевает, что по первому измерению лучше входить, когда межфрактальное пространство не превышает 40 пипсов. Но 40 это уже край, это уже граница допустимого. За границей которой лучше ничего не предпринимать. Следующая валютная пара по этой системе это британский фунт. Посмотрите, у нас только значки находятся за пределами пасти аллигатора, а сами значения опорных максимумов находятся внутри пасти аллигатора. И система гласит, что если цены находятся в пасте, а именно в пасте они сейчас и находятся, то эти фракталы считаются уже мёртвыми фракталами, дохлыми. Это как в том фильме про суслика. Ты суслика видишь, его нет. На самом деле он есть. Здесь примерно то же самое. Мы видим эти фракталы, но получается, что мы просто обязаны их проигнорировать, поскольку цены находятся в пасти аллигатора. Повторюсь, в очередной раз. То есть по британскому фунту тоже ситуация сейчас некомфортная, поскольку нет опорных точек наверху. Если бы у нас эти опорные максимумы находились за пределами синей линии, за челюстью аллигатора, то тогда бы мы бы измеряли вот это межфрактальное пространство. Сейчас мы этого делать не можем. Если это появится, то картинка уже тогда будет другая. Нужно будет оценивать в тот момент, когда максимумы будут находиться за пределами вот этой самой линии. Австралийский доллар. Цена находится в пасте аллигатора. Пасть не закрыта. Ждём, когда пасть закроется и хищник полностью проголодается. И межфрактальное пространство не будет превышать 40 пунктов. Японская иена. На заявлениях, которые были, были сегодня разнонаправленные движения. На заявлениях Банка Японии было движение вниз, потом цены всё отыграли. Сейчас они касались зубов аллигатора, поэтому даже если какая-то торговля здесь у вас начиналась, она должна была быть здесь прекращена. После этого нужно ждать, пока хищник опять проголодается, закроется его пасть и переплетутся зубы, губы и челюсти аллигатора, чтобы он был полностью заснувший и как можно более длительное время был голодным. Тогда это будет самый-самый комфортный момент для начала торговли по этой торговой системе. Швейцарский франк. Пасть открыта вверх, то есть понятно, вполне очевидно уже даже, что начинать торговать нельзя, поскольку ситуация уже выходит из-под контроля и по первому измерению входить категорически конечно же нельзя, поскольку пасть уже открыта вверх. Остается у нас единственная канадская валюта, цены зашли в пасть аллигатора, то же самое, никакой торговли, у нас нет опорных максимумов за пределами пасти аллигатора. какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Вопросов нет. как всегда сообщает, что это очень приятно, это не может не радовать, когда все ясно, все понятно. Я благодарю всех за внимание, с вами был Дуар Ценгатуллин, до свидания, всего вам доброго, я желаю вам удачи, будьте внимательными, осторожными, берегите себя. Дуар Ценгатуллин, дуар Ценгатуллин. Дуар Ценгатуллин. Дуар Ценгатуллин, Дуар Ценгатуллин, Продолжение следует...